Здравствуйте, дорогие друзья! 1418 суток полыхало пламя войны советского народа и фашистской Германии. Эти дни и ночи как бы спрессовали в себе воедино горечь неудач в первые дни войны. И радости наших многочисленных побед, героизм миллионов советских людей, ставший нормой поведения на фронте и в тылу. В день памяти и скорби мы отдаем дань их подвигу. Спасибо всем тем, кто ковал победу. К глубокому сожалению, не все уссурийцы вернулись к своим близким, женам и детям, внукам, братьям и сестрам. 42 новони кольца не вернулись с полей сражения. Их имена высечены на мемориальной плите монумента славы воинам-односельчанам, павшим в боях, а также увековечены в книге памяти Приморского края. Они исполнили свой долг суровый и до конца остались родине верны. А мы в историю заглядываем снова, чтоб день сегодняшний измерить днем войны. Поданёк Михаил Егорович родился в 1911 году в Томской области. В 1936 году приехал на Никольск с семьей. Ушел на фронт в 1942 году. В 1943 году в одном из боев, отражая атаку врага, поджег два танка и уничтожил 20 фашистов. За подвиг одним из первых на Украинском фронте награжден Орденом Славы. Орден Славы был учрежден указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 8 ноября 1943 года. В 1944 году Михаил Егорович погиб в Восточной Пруссии. В 1901 году в Новонекольске родился Реснянский Василий Герасимович. В 20-е годы 20 века освобождал Приморье от интервентов. В 1942 году ушел на фронт громить немецких захватчиков, оставив в селе жену и трое детей. Сапером защищал Ленинград и дорогу жизни. Умер от ран в мае 1943 года. В большой украинской семье переселенцев в Новонекольске в 1923 году родился Лазун Леонид Кондратьевич. Добровольцем ушел на фронт почти 18 лет. Провожал его в Вестного Никольск. Воевал артиллеристом на разных фронтах. Под Сталинградом получил ранения и орден Красной Звезды. Освобождал Варшаву Кенигсберг. Дошел до Берлина. Имел шесть боевых орденов. 24 июня 1945 года был участником Парада Победы. После войны вернулся в родное село и 25 лет работал в средней школе военруком. Умер в 1973 году. Мой отец Лазун Леонид Кондратьевич, участник Великой Отечественной войны, прошел всю войну, брал Берлин. За бои в Берлине был награжден орденом Боевого Красного Знамени. После Берлина воинская часть его направили на Парад Победы. Направляли на Парад Победы. Рост отбирали метр восемьдесят и выше. А у него был рост метр восемьдесят три. И его отчасти послали на Парад Победы в Москву. Он участвовал в Москве в Параде Победы. 24 июня 1945 года первый Парад Победы. После войны участником Парада Победы. В третьем Белорусском фронте шли танкисты и артиллеристы. Вместе колонна была. Они шли танкисты и артиллеристы. Были такие на них темные комбинезоны и шлемофоны. Вот он был участником Парада Победы. После Парада Победы, поскольку у него было три ранения, два тяжелых ранения осколочные, одно легкое, был приказ Сталина, кто имел в войну три ранения, всех демобилизовать, уволить в запас. После Парада Победы он прибыл в час и счастье его на поезд. И приехал сюда, к себе на родину, в Номаникольск, к маме. Мама, моя бабушка, его мама жила одна. Вот он вернулся после Парада Победы, где-то, наверное, в конце, в конце июня, наверное, вот так вот, или в начале августа даже примерно. Касьяненко Николай Михайлович родился в 1923 году на Украине. В 1941 году ушел добровольцем на фронт. Воевал под Сталинградом на Курской дуге, освобождал Кюнингсберг. Награжден Орденом Славы и Орденом Красной Звезды. В 1948 году приехал в Номаникольск на поселение с семьей. Работал в колхозе «Коммунар». В мае 1994 года первый российский фермер в Приморском крае принимал у себя в гостях писателя Александра Солженицына. 24 апреля 1998 года Николая Михайловича не стало. Я вам скажу, что такое война, как мне отец преподосил. Это голод, это вши, это грязь, это бессонница, это адский труд. Адский. И на протяжении многих лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова